Горы шин, бутылок, пластика и другого мусора заполняли березовую рощу Нобелинского, освобождали деревья от импровизированной свалки несколько сотен череповчан. Прикладывали свои руки от мала до велика. В субботнике приняли участие не только опытные волонтеры, но и новички. Убирались с дружными компаниями, семьями. Взрослые подавали пример юному поколению. Мы тут живем недалеко, дом наш, поэтому хочется, чтобы был порядок на нашей территории, чтобы детки тут гуляли. Захотели помочь городу. Чтобы чище было. Сами здесь живем, да, и хочется, чтобы было чище, да. И роща всегда была такая красивая, чистая. Просто хочу, чтобы город был чистый. Ну, только ради этого. Город должен быть чистый. Тут мои дети будут гулять, жить, расти. Чтобы ребенок видел, не мусорил, бумажки не кидал, не портил, это надо приучать с малых лет. Всем, кто пришел на субботник, выдавали перчатки. Счастливчикам попались экологически. Их используют повторно, заранее выстеров и прогладив. Для субботника привезли пять контейнеров и почти семь сотен огромных мешков для мусора. Мы понимаем, что здесь просто невероятное количество мусора, огромное количество покрышек. Мы для этого даже специально сюда бункер привезли. И с региональным оператором «Чистый след» мы договорились, чтобы они вывезли именно на переработку, на утилизацию покрышки. То есть вот большой восьмикубовый мы планируем насобирать только покрышек. Уж не говоря про все остальное. По итогам собрали более 150 килограммов пластика, около сотни покрышек и пять бункеров, смешанного мусором. Всех напоили чаем и накормили булочками. Самых активных наградили грамотами. Кто-то ушел со значком агента по спасению планеты. Екатерина Могринцева, Анатолий Холин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok